День тренера Любовь к детям, лыжам и своей профессии. Вот три секрета воспитания олимпийских чемпионов. Заслуженный тренер России Николай Евгеньевич Седов работает в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» в Сарове с 1988 года. Дети, которые делали свои первые шаги на лыжах под его руководством, сегодня победители и призеры российских и мировых соревнований по лыжным гонкам. Тут в принципе секретарь никакого нет. Главное, чтобы совпали три условия. Это наличие талантливого тренера, наличие талантливого ребенка и наличие родителя, который в некоторой степени тоже должен быть талантлив в воспитании своего ребенка. Вот и все. И дальше уже из ребенка выйдет талантливый спортсмен. Самая важная черта будущего чемпиона трудолюбия считает Николай Седов. Постоянные тренировки, ежедневные соревнования в первую очередь самим собой закаляют характер и помогают покорять новые спортивные олимпы. Лыжники в Сарове тренируются круглый год. Зимой – лыжные соревнования, летом – лыжероллеры. К нам съезжаются спортсмены со всей области. Наша лыжероллерная трасса – единственная в регионе. У нас вид спорта, где существуют два больших базовых раздела. Это первый подготовительный период, который длится с мая месяца по ноябрь месяц. И соревновательный, который длится с ноября и до март месяца включительно. То есть уже вот поэтому видно, что у спортсмена отдыхать в лыжных гонках некогда, надо тренироваться и работать. Тренер для ребенка больше, чем просто учитель. Эти люди зачастую становятся для юных спортсменов наставниками, примерами для подражания. Так Мария Казикаева пошла по стопам своего тренера Николая Седова. Сегодня она также делится опытом с юными саровчанами. Всю мою, скажем так, ответственную жизнь ездит с нами по соревнованиям, по сборам, поддерживает нас. Когда мы еще учились в школе, заставлял учиться во время тренировочных сборов, чтобы мы не пропускали план школьной программы. И как и на лыжне были быстрее всех, так и в школе хорошо учились. Канал 16 поздравляет саровских тренеров с профессиональным праздником. Спасибо вам за труд, теплоту и любовь, и за умение быть настоящими спортивными родителями для юных спортсменов. Наш праздник тренерский. Я хочу поздравить всех тренеров с этим днем. Пожелать им самое главное – здоровья, терпения, удачи в их нелегком труде. В первой домашней игре ХК «Саров» обыграл ХК «Княгинина» со счетом 6-0 и продолжил серию побед. Яркая ледовая схватка открыла новый хоккейный сезон. Первая игра дома особенно волнительная. Продолжить череду побед и подогреть интерес болельщиков на весь сезон – одна из главных целей команды. На своем льду саровчане принимали команду из «Княгинина». Первый период был вялым. «Сарову» удалось забросить одну быструю шайбу в ворота соперника. К каждому матчу готовимся отдельно. У нас есть и просмотры после игр, на следующей неделе будет. Разбираем ошибки. Соответственно, пока еще тяжеловатый, потому что очень поздно встали на лед. Вот, пришлось делать упор больше на физическое состояние. Надо было подтянуть после длительного отпуска. И сейчас потихоньку-потихоньку втягиваемся. И я думаю, с каждой игрой уже будет полегче. Ребята начнут уже понимать больше друг друга. И, соответственно, результат будет еще лучше. Во втором периоде хоккеисты набрали обороты. Обе команды включились в игру, насыщенную силовыми приемами. Не обошлось без травм. За второй и третий период «Саровчане» забросили пять шайб. Свои ворота оставили неприкосновенными. Мы в таком шумбленном составе тоже приехали играть. Как бы маленький момент в своем не разовали. Команду «Саров» переиграли. Нас, судя говорит, ничего, это и счет об этом говорит. Ну, хотел отметить, что очень отвратительное судейство. И чтобы в федерации, в Межгородской федерации хоккея пересмотрело. Ни в коем случае нельзя ставить таких судей, судить высшую лигу. То есть это уже, они как потеряли нить изначальной игры. Началась грязь, люди с травмами ломают носы, бьют локтями. То есть удаления из-за этого нет. Сарова, молодцы ребята, большое спасибо за игру. Были они сегодня сильнее. Будем ждать дома, я думаю, мы как бы реваншу сегодня. Итог встречи 6-0 стал настоящим подарком саровчанам к открытию хоккейного сезона. В перерывах в фойе Ледового дворца зрителям подготовили активности в виде аквагрима, игр и фотосессии с символами нашей команды. Болельщики дома это всегда очень хорошо, здорово подгоняют. Это им огромное спасибо. Хочется, чтобы они еще лучше подгоняли, чтобы больше было болельщиков на трибунах. Это, соответственно, приносит дополнительный стимул, придает команде. И болельщик – это шестой полевой игрок. Спасибо им огромное за это. Саратовская ракетка Такой большой праздник спорта прошел впервые за долгое время. Эти соревнования были традиционные, но как пандемия нам немножко помешала. И сегодня мы возобновили этот турнир. У нас проходили городские соревнования. А сейчас мы приглашаем уже гостей области из Мордовии, чтобы обменяться опытом, подружиться. Первые два дня турнира за победу в личном первенстве боролись более 40 ребят в двух возрастных категориях. 2008 год и моложе, и 2013 год и моложе. Свои силы в соревнованиях попробовали и совсем маленькие участники. А кто-нибудь уже участвовал в соревнованиях? Да, участвовал. Какие? В Саран, в Сбытце, в Укаянове, в Стопо, в Нижнем и еще в других. Я еще готовлюсь к дому, надеваю в стенку. Надеюсь, что выигрываю. У меня дворад двоюродный пошел как-то на настольный теннис. Потом ушел, а я узнала, что у нас в городе есть настольный теннис. Ну, и решила тоже попробовать. На второй попробовать занять третье место, но это будет очень тяжело. Почему? Потому что тут даже вижу соперники очень сильные. Сначала участники играли по группам. Из них определяли сильнейших спортсменов. В финале они боролись за лидерство. Остальные ребята также играли за свои места в турнирной таблице. Третий день соревнований отвели для взрослых теннисистов и ветеранов. Официанты администрации города Сарова хотят бы попередить все игроковые команды, которые работают в отпуске и привезают на наши успехи. Но всем спортсменам хотят бы желать продемонстрировать в своем мастерском владении ракетами и в силе. Победители и призеры открытого турнира по настольному теннису «Саровская ракетка» получили дипломы, медали и памятные подарки. Спорт оказывает положительное влияние на человека. Но плавание – это особый вид спорта, который полезен для всех систем организма. Плавание подходит практически всем. Им можно заниматься почти с самого рождения. Приучая ребенка к занятиям в воде, вы направляете его на путь здорового развития. Плавание предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск застоя и улучшает возвращение венозной крови к сердцу. Плавать рекомендуют и для борьбы с лишним весом. Это отжимает лишнюю воду из подкожной клетчатки, увеличивает скорость обмена веществ и способствует более быстрому сжиганию калорий и жира в организме. Плавание формирует стройную мускулистую фигуру, так как задействует все основные группы мышц. Кроме того, эффективность упражнений в воде не меньше, чем на суше. Дополнительным плюсом выступает то, что нагрузки во время тренировок в воде ощущаются намного меньше. Поддерживающий эффект водной среды позволяет работать над определенными группами мышц более осторожно, если это необходимо. Упражнения в воде улучшают кровообращение в организме, нормализуя давление. Плавание снимает стресс, успокаивает, дает заряд энергии организму. Плавание позволяет за короткий срок обрести легкость, стройность, размять тело после ежедневной пассивной работы и получить заряд неиссякаемой бодрости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова